Повышение тарифов будет существенным, сразу предупредили специалисты. К декабрю 2015-го платежи увеличатся почти в два раза. Проходить такое повышение будет поэтапно. Например, за санитарное содержание придомовых территорий в апреле мы заплатим уже не 38, а 50 копеек с квадратного метра жилплощади. В августе 62, а в декабре 73. Также постепенно будут повышаться и остальные тарифы. Наем государственной муниципальной жилплощади. Этот платеж касается только тех квартир, которые не приватизированы в настоящее время. В 2014 году предельный уровень тарифа составлял 16 копеек за квадратный метр жилого помещения. С 1 января не будет никакого повышения. Повышение будет с 1 апреля. Данный тариф будет установлен в размере 17 копеек за квадратный метр жилого помещения. Таким он и останется на протяжении всего года. Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций зданий. В 2014 году данный тариф составлял 60 копеек за квадратный метр жилого помещения. С 1 апреля этот тариф составит 71 копеек с квадратного метра. А с 1 августа 80 копеек, а с декабря 85 копеек. Тариф за капитальный ремонт строительных конструкций зданий с 1 апреля будет из расчета 30 копеек с квадратного метра жилплощади. А в декабре уже 56 копеек. За техническое обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации в апреле бендерчане заплатят 22 копейки с квадратного метра. Такое повышение тарифов – мера вынужденная, говорят специалисты. Большинство домов нуждаются в проведении либо капитального, либо текущего ремонта как основных строительных конструкций зданий, так и внутридомовых инженерных сетей. Для выполнения данных работ требуется огромная сумма средств. По предварительным расчетам инженеров по живым домам центрального района для этого необходимо более 37 миллионов рублей. В настоящее время начисление платежей за техобслуживание жилого фонда по району составляет 278 тысяч рублей в месяц. Очевидно, что данных средств крайне недостаточно для поддержания жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии и для проведения всех необходимых ремонтных работ. Новые тарифы помогут создать накопительный фонд, в котором за несколько лет соберутся необходимые средства для ремонта, уверены специалисты. А обновление зданий будет проводиться в соответствии с заявками жильцов и результатами комиссий, которые определят, какие жилые дома нуждаются в ремонте особенно остро.